Время дожития 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 выше, чем в России. 440 долларов у нас 235. В Польше в три раза выше. Когда вам показывают на Францию, там пенсионный возраст 60 лет, средний возраст 82 года, 22 года будет получать эти деньги. Там пенсия в 10 раз выше, чем в России. Когда вам говорят, что все повышают, и это не так. Играли в первый день в Саудовской Аравии, там мужчинам упустили пенсиону раз на 2 года, но там он, если отработал 40 лет, получает 100% своей последней зарплаты, а если 30 лет, 75%. А никак у нас на 30, то что никак не выйдет на европейский уровень 40%. Еще одна ложь. Дай мне этот листочку. Когда вам говорят, что все будут счастливы, это еще большая ложь и цинизм. Вот список 36 регионов Российской Федерации, в которых средний возраст. Республика Тава, еврейская Чукотка, меньше 60 лет у мужчин. Дальше идет почти вся Сибирь, 62-63 года. Классические русские области, вся центральная Россия, 62-63 года. Мне объясните, каким образом вы им вводите пенсию в 65 лет, каким образом они будут получать. Они даже гробовые по вашей пенсии не получат. В той же Саудовской Аравии, если ты вышел на пенсию, тебе на наш день еще полтора миллиона пособия. Если ты умер, будет получать супруга. Если дети не выросли до 80-18 лет, будут получать дети. Почему вы ни одного шага не сделали ни одному гражданину навстречу, чтобы он маломальски мог быть обеспечен? Когда говорят, что пострадают все граждане, я особо хочу подчеркнуть, пострадает особенно молодежь. Сегодня безработица, говорят, 5-6 процентов. Это еще одна ложь. Фактически безработица 10 процентов. А если взять тех, которые имеют непостоянную работу, их 20. Но у молодежи безработица 25 процентов. И основная безработица – это молодежь и люди старшего возраста. А у всей безработицы абсолютно женское лицо. После 45 лет женщина не может никуда устроиться. Я каждую неделю вынужден заниматься. Два высших образования, хороший иностранный язык. Никому не подходи, не хотят брать. Посмотрел опрос, как работодатели к этому относятся. Только 7 процентов готовы брать на работу старше 45 лет. А теперь я хочу сказать о тем среднем слое. 25-55 лет. На вас все это свалится. На вас, именно на вас свалится. Потому что человек в 60-65 лет без хорошего здоровья, он не дотянет до этой пенсии. Он не будет ее получать. И он будет вам, в семье, не просто обузать. Вы должны будете ее кормить, лечить и так далее возить. Вы сами с вашей нищей зарплатой, которую эта власть не в состоянии поднять. Власть могла провести абсолютно нормальную модернизацию. Говорят, все будет в порядке, будут рабочие места, будет много выбывать. Да, будет выбывать из производственного процесса. Ну а на 10 тысяч у нас два робота. В Китае 36. А в Южной Корее 450. То займитесь производством, развитием производства, нормальной налоговой политикой. Решите эти проблемы. Аккумулируйте деньги. Президент послания и обращения в стране говорит одно. Модернизация, консолидация, солидарность, прорыв. А пока три прорыва. Залезли в карман каждому ценами на бензин и солярку. Унизили всю страну этой так называемой пенсионной реформой. И на 2% вздули налог дополнительный. Ни одна проблема не решается. Общество возмущено до предела. Мы проведем общероссийскую акцию 28 июля. И призываем всех не отсиживайтесь. Отсиделись, когда вашу землю продавали. Отсиделись, когда ваши 10 тысяч рудников отдали 15 кланов, которые никак не нажрутся и не набьют карманы. 200 кланов собрали 500 миллиардов долларов. И не хотят платить нормальные налоги. Все прикрывается болтовней всякой. Поэтому есть решение. Абсолютно нормальный вопрос. Но чтобы торпедировать этот закон, надо, во-первых, обратиться официально и подписать обращение на наш народный референдум ко всем гражданам. И провести массовые акции и протесты по всем местам. Что касается городов, где футбол, это один вопрос. Но в целом вся Россия не имеет запрета на это. Поэтому призываем организованно выступить этого циничного, мерзкого, абсолютно аморального закона. В Думу еще более подлого закона. Ни разу не уносилось. Позорище. Спасибо.